приветствую вас дорогие друзья и сегодня вам хочу рассказать про очень интересную розу чемплейн я ее выбирала какое-то время я читала мне нужна была роза зимоустойчивая чтобы выдержал наши нелегкие зимние условия так вот эта роза вот я ее вам представляю чемплейн вот здесь даже есть сопроводительная записочка я просто ее зачту вам у розы чемплейн запах аромат мягкий высота растения будет от 90 до 120 сантиметров цвет у нее красный и зимостойкость что меня очень покорила 3 до 34 градусов и как я слышала что даже может быть и выше но будем рассчитывать хотя бы 34 градуса не так часто это бывает а форма цветка это махровый цветок вот такая у меня роза она в пакете сейчас я сниму этот пакет покажу что у меня тут розу я купила в магазине который называется плодородие неделю назад мне эта роза пришла мне ее ну посадить мне удалось только сейчас начало мая сажаю ну сажать собственно ее и нужно где-то апрель-май розы конец апреля начало мая сегодня замечательная погода она у меня вот видите она уже в этом пакете она у меня за зеленела такое хуже видно что у нее здесь так сейчас это я все размотаю и мы посмотрим какая у нее корневая система я надеюсь что все хорошо потому что так как она у меня зацвела ну естественно когда она мне было в пакете я ее поливала она у меня не просто ждала сухости чтобы грунт я промачивала так роза это шипами но так как она сейчас посмотрим вот посмотрим посмотрите какая корневая система у розы корешки светлые белые вот пожалуйста я считаю что роза прекрасно выглядит так вот это здесь растение всего 25 сантиметров заглублять моего будем на два сантиметра выше корневой шейки и сейчас я покажу как я сделала яму под эту розу какой глубины какой ширины и чем я ее буду заполнять эту яму так одну сторону и вот моя яма ширина яма у меня 60 сантиметров глубина 45 я у меня получил за 60 на 60 глубина 45 сантиметров мне нужно теперь на дно я уже насыпала песок сейчас я заполню перегноем яму эта подушка на чем будет стоять у меня роза сама вот эта питательная среда которая нужна для розы принципе для всех роз нужна питательная среда и розы очень любит солнечное место но и это роза чемплейна она в принципе не только наверное это роза но я конкретно говорю про эту розу она и полутень переносит поэтому если есть солнечное место прекрасно если есть полутень тоже прекрасно сейчас я наполню яму смесью так высыпаем все до конца так у меня здесь еще и опад какой-то тоже хорошо в яму я засыпала перегной это питательная смесь где это берется питательная смесь питательное средство естественно для растений это перепревшие остатки пищи которые они у нас остаются и выгребную яму сбрасываются по весне мы достаем это все у нас без химия без ничего я считаю что это экологически чистый продукт который перегнил сюда же я засыпаю залов засыпаю достаточно может быть много немного сюда бы нужно добавить минеральное удобрение но у меня на данный момент нет и поэтому минеральное добавление будут минеральное удобрение буду добавлять по ходу того как будет расти моя роза ну это просто нужно купить так что я теперь делаю теперь я засыпаю это все землевой верхним слоем почвы которые мы выкапывали яму яма достаточно глубокая поэтому земли уйдет много но это у нас такая подушка вот теперь мы примериваем что у нас здесь вот и этого я думаю на данный момент достаточно теперь я лопатой опять верховой слой земли вот здесь вот у меня глина и отбросим в сторону а вот верхний слой земли который мы выкопали вот я засыпаю свою красивую маховую красную розу под названием чемплей так не забываем приминать и утаптывать чтобы у нас воздух не попадал и все это не гнили так надо было конечно глину сделать отдельно что-то я немножечко сделала не так смесь конечно у меня вот это немножечко осядет и она немножечко уйдет вниз и будет так как мне надо вот так вот моя роза чемплей для чего нужно выше заглублять ее мыши корневой вот этой шейки для того чтобы хорошо развивались корни какие мои следующие действия мои следующие действия это хорошо полить ее сейчас я еще положу одну лопаточку мне что-то тут не понравилось пару лопаточек бросила еще земли вот так вот еще раз обмяла и притоптала ну вот как говорится с богом и теперь я проливаю красивую мою замечательную розу вот на такую розу как я показала вам нужно выявлять примерно ведро воды первый раз как мы проливаем ведерко воды и будет прекрасно я думаю я думаю будет стопроцентная приживаемость и вот я доливаю уже остатки и буду теперь ждать когда моя роза даст мне красивые бутоны а на этом я хочу сказать вам всего доброго ставьте лайки или дизлайки пишите какие-то новости кто что знает про эту розу буду рада всем комментариям и всего вам доброго а